На протяжении многих лет гипноз является одной из самых популярных тем из области психиатрии в массовой культуре. Герои фильмов, сериалов и книг используют его для того, чтобы раскрыть преступление или узнать правду, а злоумышленники активно применяют гипнотические способности в своих корыстных интересах. В целом же явление гипноза преподносится как нечто мистическое и непознанное. Неудивительно, что умением гипнотизировать человечество наделило чуть ли не поголовно представителей самого загадочного народа, на планете, цыган. Нейрофизиологи, в свою очередь, спешат разрушить миф о цыганских способностях. Оказывается, существуют люди, обладающие иммунитетом к такому гипнозу. Цыганский гипноз у большинства ассоциируется с некой деятельностью, которая заставляет человека добровольно расстаться с денежными средствами и прочими ценностями. Специалисты уверяют, ничего общего такой гипноз не имеет с научной сферой, а изучать его нужно разве что сотрудникам правоохранительных органов, чтобы снизить уровень преступности. Сеанс цыганского гипноза отличается от настоящего тем, что жертва, а по-другому участника и не назовешь, не погружается в глубокий транс, а находится в полном сознании, но под влиянием внушения сохраняет лишь видимость осмысленных действий. Правда, после «прихода в себя» человек едва ли может вспомнить о своих поступках или деталях разговора. Увы, но пострадать от действий нечестных цыган может практически каждый. По данным социологов, не подвержен гипнозу только каждый четвертый житель планеты. На всех остальных, пускай и в разной степени, воздействовать получится. Среди тех, кого «не возьмет» гипноз, скептики и люди с развитым критическим мышлением, в народе о таких говорят просто «редкостные зануды». Но с представителями данной категории всё относительно. Эксперты утверждают, что ввести прагматиков в состояние гипнотического транса вполне реально. Вопрос лишь в том, насколько это быстро удастся сделать. Известен случай, когда скептик сдался на 27-м сеансе. Также бесполезно гипнотизировать людей, которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ещё одна категория, на которых старания цыганок не подействуют, лица, страдающие остро выраженными психическими нарушениями, имеющие задержки умственного развития. В заключении хочется отметить, что для погружения в глубокий транс необходимо время. Поэтому если у вас нет лишней минуты на общении с цыганками, можете вздохнуть спокойно, вы попали в число тех, кто располагает иммунитетом к такому воздействию. Продолжение следует...